Фестиваль Манны Я очень рад представить вам наш сегодняшний выпуск фестиваля Манны. И сейчас, как и каждый год, осенью мы отправились в групповую поездку. Здесь вместе с нами находится 40 человек, занятых в съемках нашей программы. Некоторые могут подумать, что я живу здесь, но на самом деле мы просто снимаем и готовим новые выпуски в течение всего года. Мы стоим на берегу Галилейского моря, окруженным живописными горами. Именно здесь Иисус творил свои чудеса и молился. Говоря о молитве, сразу скажу, что изучение будет по отрывку из книги Деяний. Прочитаем вместе 19 главу, 11 стих. Это наша тема на сегодня. Вот что там написано. «Бог же творил немалые чудеса руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Хочу подчеркнуть, что в оригинале текста в Библии сказано об особых чудесах, которые творил Павел. Здесь важно знать, что это место трактуется по-разному. Теология учит нас, что 12 апостолам была дана некая особая апостольская власть. Это апостолы, которых Иисус изначально избрал. О них мы можем прочитать в Новом Завете в Четырех Евангелиях. Это очень распространенная точка зрения, и многие следуют ей. Также приверженцы этой точки зрения в теологии верят, что после смерти апостола Иоанна, после его отбытия с острова Патмос, между 97 и 100 годом нашей эры, действие чудодейственных даров прекратилось. То есть чудодейственная сила Божия прекратилась после смерти последнего апостола. По этой теории получается, что дар чудотворения был дан апостолам именно для того, чтобы поставить на ноги и укрепить Первую Церковь. Это была основная причина и задача. Позже, к концу 4 века, когда книги Нового Завета были собраны воедино, нам вроде как и чудеса стали не очень важны. Я никогда не понимал такой, прямо скажу, мирской подход к Библии. Объясню, почему. Во-первых, Бог — это Господь чудес во все времена. Даже когда настанут последние времена и придет суд, он останется Богом чудес. Во-вторых, это в характере нашего Господа давать помощи людям в нужде. Наш Бог любящий и милосердный. Посмотрите, мы читаем, как в Ветхом Завете Авраам исцелил Авимелеха, и женщины в его доме снова смогли иметь детей. Начиная с этого момента и далее, через весь Новый Завет мы читаем о столетиях, когда Иисус Христос и апостолы исцеляли людей. Также мы знаем случаи, когда Бог Сам исцелял через Илью, Елисея, Исаию. Подумайте, неужели получается, что в течение 400 или даже, можно сказать, 500 лет до смерти последнего апостола Бог творил чудеса, а затем вдруг перестал? Получается, с завершением Нового Завета чудеса прекратились? Ну, тогда у меня к вам следующий вопрос. Если это так, тогда получается, у нас есть Слово Божие, которое, как мы знаем, совершенно, и именно это и послужило основанием для того, чтобы чудеса прекратились. Почему с окончанием Нового Завета должны прекратиться чудеса? Знаете, так можно было бы сказать и про Пятикнижие Моисея. Что теперь, когда мы имеем все законы, указания и постановления Божии? Нам больше не нужны чудеса. Тогда как Иисус Новин перебрался бы через Иордан? Ведь это Бог разделил перед ним реку. Как бы Израиль победил Иерихон, когда после семидневного марша вокруг стен город пал? Или та битва, когда Иисус Новин остановил движение солнца на небосводе? А как насчет Езекии, который смертельно болен, но все же получил от Бога еще 15 лет жизни? Это настоящее исцеление. Если принимать такую точку зрения теологов, то следовало бы ожидать, что чудеса прекратятся сразу после завершения Библии, потому что именно она является Божьим посланием ко всему человечеству. У нас осталось бы только Писание Божьих чудес в 66 книгах Слова. Или давайте вернемся к книгам Ветхого Завета, которых всего 39. Может быть, чудеса должны были прекратиться после их завершения? Это произошло еще до рождения Христа. Теологи утверждают, что со времен пророка Малахии до Иоанна Крестителя прошло около 400 лет, в которой практически не происходило никаких чудес. Но затем родился Иисус. Поэтому я хочу сказать, что такая точка зрения просто спекуляция. Есть группа проповедников, которые сами не верят в чудеса и не дают другим это делать. Они учат в своих церквях тому, что так как у нас теперь есть Библия, нам больше чудеса не нужны. Раз сейчас у нас есть Библия, нам больше чудеса не нужны, утверждают они. Дорогие друзья, это неправда. Еще раз повторю, это неправда. Наш Господь продолжает совершать чудеса и по сей день. Поэтому я хочу рассказать вам о трех вещах. Я очень рад, что могу это сделать. Во-первых, Бог никогда не переставал говорить. Послушайте, если вы считаете, что Бог больше не обращается к вам, то что же тогда называется обличающей силой Святого Духа? Ни один грешник не может спастись, пока Дух Святой не приведет его к Отцу. Именно Дух Святой через обличение приводит человека к покаянию. Поэтому если бы Бог больше не говорил сегодня, значит, ни один грешник не мог бы покаяться. Даже в тех церквях, в которых не верят в чудеса в наши дни, люди каются благодаря проповеди Евангелия. Если Бог перестал говорить, то в наши дни не было бы крещения Святым Духом, покаяния грешников. Бог говорил всегда. Как говорил мой отец, Бог всегда говорит, просто люди его не всегда слушают. Во-вторых, Бог в Библии всегда смотрит будущее. Я уже не раз это говорил за 40 лет. С Богом ваше будущее не определяется вашим прошлым. Я еще раз говорю об этом. Бог всегда устремлен в будущее. Он дал обещания Аврааму и его потомкам. Он сказал, что от него произойдет народ, и что в нем благословятся все племена земные. Начиная с книги Бытия и далее, через все Евангелия, Бог очень ясно дает понять, что Он Бог, который всегда движется вперед. Он никогда не смотрит назад. К примеру, вспомните жену Лота, пример того, что нельзя оглядываться, иначе застрянешь на одном месте. Она оглянулась и застряла. Когда мы смотрим назад, мы перестаем смотреть вперед. Иисус сказал, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Мы должны всегда смотреть вперед. Если пахать и смотреть назад, получится криво. Поэтому всегда смотрите в завтрашний день. Потому что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И третье, что важно понимать, это то, что Бог по-прежнему творит особые чудеса и необычные вещи. Но Он не делает это просто ради самих чудес. Он действует, когда в чудесном вмешательстве есть нужда. И Он делает это для Своей славы. Я лично видел чудеса. Мой отец молился за людей, и происходили чудеса. Ранее в поездках мы видели сверхъестественные чудеса. Люди со всей округи приходили, чтобы узнать об этом, совсем так же, как мы читаем в Писании. Они услышали, что Бог действует. И о чем же я хотел говорить сегодня с вами? Это вопрос, почему Бог совершает чудо. Бог совершает чудо не просто там, где есть нужда, но там, где есть вера. Вера — это ключ к чудесам. Если вы пребываете в неверии, вы никогда не получите чудо. Бог благословляет веру. Что еще нужно знать про чудеса? Иногда Бог желает, чтобы Его имя было прославлено. Я видел самые разнообразные спортивные состязания и матчи. Команды, которые отставали вдруг резко, вырывались вперед. Я не хочу сказать, что Бог симпатизирует кому-то особенному. Просто в конце победитель говорил, «Я хочу воздать славу Иисусу Христу». Иногда Бог допускает что-то, потому что знает, что Его имя будет прославлено, и это привлечет людей в церковь. Может быть, это не самый лучший пример, но зато понятный. Наш Бог — Бог чудес. Он говорит Израилю, «Я Господь, целитель Твой. Ранами Иисуса мы исцелены». Об этом же писал и апостол Петр. Исцеление — это часть Завета, как Ветхого Завета, так и Нового. Мы все еще живем во времена Нового Завета, поэтому все обещания, которые Господь дал нам в Новом Завете, действуют для нас и сегодня. Я хочу подробнее поговорить об этих самых особенных чудесах. Что это за чудеса такие? Слово Божие говорит нам, что Бог засвидетельствовал свое могущество знамениями, чудесами и различными силами. А что же такое знамение? Например, говорение на языках — это знамение для неверующего. Я знаю, что некоторые из вас не поверят, но я говорю истинную правду. За 44 года моего служения Бог позволил мне говорить на 16 языках, которые я никогда не изучал. Он позволил мне говорить на арабском, арамейском, на латыни и на греческом языке. Я знаю, потому что люди в аудитории слышали, как я молился в Духе. Это было просто невероятно. Поэтому меня никто в жизни не переубедит в том, что такой дар Святого Духа, как говорение на языках, больше не существует. «Невозможно убедить человека, который получил исцеление, в том, что Бог не исцеляет. Невозможно убедить того, кого Бог спас, в том, что Бог не спасает. Невозможно убедить человека в том, что крещение Духом Святым невозможно, когда он только что принял его». В Первом Послании к Коринфянам мы читаем, что говорение на языках — это знамение для неверующих. «Далее, есть чудеса». Например, чудеса исцеления, изгнания бесов. Так давайте рассмотрим, что же такое чудеса. Об этом не так много проповедуется сегодня. Ну а чудо — это нечто странное и необычное. Когда оно происходит, мы можем только удивляться. Говорим, «Вау, как такое возможно?» Это просто невероятно. Я обычно нечасто говорю об этом, но сейчас мне хочется поделиться с вами этим словом. Я называю это чудом. Это случалось пять раз. Я был в глубоком сне, где-то на грани между бодрствованием и сном, и я услышал голос. Это был мужской голос, как будто голос Господа. Это трудно объяснить, потому что, по ощущениям, вы как будто ничего и не слышите, но голос определенно говорит. И впервые это случилось в 1998 году. В апреле Господь сказал мне это слово. «Это моя воля, чтобы глава Техаса стал следующим президентом США». Как ни странно, шесть месяцев спустя мы встретились с Джорджем Бушем. У меня даже есть фото, которое он собственноручно для меня подписал. Мы встретились еще до того, как он стал президентом. И как мы знаем, он избирался президентом два срока подряд. Я не знаю, почему так произошло. Могу только поделиться этим с вами. Какое-то время спустя я услышал голос военных. Я услышал это своими ушами, и голос говорил, «Мы нашли его. Мы нашли его. Цель уничтожена. Цель уничтожена». Это было о Бен Ладене. Я сказал некоторым из сотрудников, что скоро Бен Ладен будет убит. Мы искали его 10 лет. И через неделю президент Обама объявил о том, что Бен Ладен убит. Мой телефон просто разрывался от звонков после этого. Дух Святой знает все. Почему же мы так удивлены, когда Он открывает нам тайны? Это настоящее чудо. Чудо – это когда Бог делает что-то, а мы говорим, «Это невероятно. Наверное, это Бог». Я не понимаю этого, но это просто «Ух ты, пух ты». Вот что такое дела Божии. Я могу рассказать вам о финансовых чудесах, об исцелениях, о чудесном рождении, когда семья не могла иметь детей, но получила знамение от Господа ночью, потому что у них была вера. Поэтому, если мы верим Богу, Он подтверждает свое слово, как сказано в Евангелии от Марка. «Подтверждает Он его чудесами и знамениями». Так что, братья и сёстры, почему же мы ограничиваем святого Израилева? Это ошибка сомневаться. Может ли Бог сделать то, что Он обещал сделать, или не может? Для нас очень важно понимать, что Бог – Бог невозможного. Будь то знамение или чудо, Он силен это совершить. Поэтому отложите в сторону свою теологию неверия. Отложите в сторону то, что вам говорили проповедники, будто бы Бог не творит чудеса в наши дни. Оставьте все, что заставляет вас сомневаться в Слове Божьем. Если я хочу получить исцеление, необходимо изучить книги про исцеление. Нужно найти материалы по теме, будь то видео, DVD, книги или аудиозаписи. А лучше всего – это Слово Божие. Изучайте Слово. Тогда придет вера. Если я хочу получить дар Духа Святого, я пойду в церковь, где верят в дары Духа Святого. Наполняйте свои сердца верой. Молитесь и дерзайте просить у Господа особенные чудеса, в которых мы все так нуждаемся время от времени. Бог желает совершать чудеса, потому что вы состоите в завете с Ним. Во-вторых, Он любит вас. И, наконец, если вы воздадите Ему всю славу и честь, Он будет совершать чудеса, потому что Его имя через них будет прославлено. Здесь сейчас просто замечательный день. Я нахожусь на берегу моря Галилейского. Ну, а теперь послушайте. Я всегда очень стараюсь ради вас, чтобы вы могли получить наставление. Пожалуйста, закажите наши материалы. Особенно зрители на Ближнем Востоке и вообще Востоке. Мы идем к вам. Дождитесь, пожалуйста, окончания программы. Мы живем в важные времена. Мы — поколение Откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Пэрри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Пэрри. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве, и Америка как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен, исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях, Америка в кризисе, знак пожаров, секиры и дерево. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Тема проповедей «Начало скорбей, когда Бог скрывает свое лицо», и «Битва за Америку». Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. Это последняя возможность приобрести видео с нашего эпического форума. Благодарим тех, кто уже сделал заказ. Мы получили много откликов. Неотредактированная версия доступна прямо сейчас. Со следующей недели начнется новая серия проповедей. В прошлом году мы ездили в Израиль, поэтому не смогли записать обычные программы для вас. Мы планировали поехать в этом апреле, но пришлось перенести поездку на ноябрь. К этому времени Израиль откроет границы. Следующие несколько выпусков будут из студии. Многие из вас говорили, что особенно любят выпуски из Израиля, и именно поэтому смотрят нашу передачу. Так что я думаю, что следующая серия программ особенно вас порадует. Некоторые из них будут в записи, и предупреждаю, у меня снова будут черные волосы. Это означает, что запись сделана заранее. Пока я вдруг не посидел, я знаю, что некоторые из вас будут в недоумении, что случилось с волосами Перри. Поэтому предупреждаю заранее, сейчас у меня белая голова, и я не планирую это менять. Так что я решил оставить все как есть. Позвольте в рамках сегодняшнего послания сказать вам следующее. Бог обещал в последние времена излить Святой Дух на всякую плоть, и многие будут видеть сны и видения. Это уже происходило с моим отцом и моим братом, и со мною тоже. Мы получили дар видеть сновидения, в которых есть скрытое значение. Однажды мой отец увидел во сне машину, в которой на переднем сидении торчал большой нож. Мне было тогда всего 13 лет, и мы жили в штате Вирджиния. В одном небольшом городке на юге штата мы заканчивали воскресное богослужение, а на улице было темно, и мужчина по имени Берг вернулся в церковь и сказал, «Брат Стоун, я чувствую, что мне нужно сейчас быть здесь с вами». Дети и я были уже в машине с мамой. Неожиданно раздался стук в дверь. Берг и мой отец пошли открывать, и увидели мужчину, который просил денег. Это было очень странно. Берг проводил моего отца и этого человека к его машине. Они дали ему по 10 долларов на бензин, и тут в машине оказался нож, который отец видел во сне. Мой отец считает, что это было предостережением, что на него могут напасть и ограбить. Бог использует сны для того, чтобы предупредить нас. В следующие 4 недели нас ожидает много интересных выпусков. Мы еще не показывали их полностью на телевидении. Это прекрасная, отредактированная версия программ изучения Слова Божьего. Это будет серия о тайне снов и видений, о том, как толковать их, основываясь на Библии. Я думаю, это будет очень интересно и полезно для всех нас в эти дни. Это будут насыщенные недели. Также я планирую сделать доступными изучения, которые я снял в студии. Я записал 8 часов проповедей на очень интересную тему. Это очень глубокое, но также и очень легкое для понимания учение об Антихристе. Мы сейчас готовим сборник по этой теме, который надеемся выпустить вскоре. В течение следующих двух недель вы сможете получить одно из самых захватывающих учений в нашем служении. Это будет 8-часовая запись из учений про Антихриста. Как я уже и говорил, это учение будет на DVD. Даже я не помню, сколько там наглядных материалов и изображений. Это очень насыщенное учение. Уверен, что вам оно обязательно понравится. Я хочу, чтобы вы были готовы. Я говорил не раз, что наши материалы для продажи – это возможность для нас снимать и распространять передачи. Мы никогда не просим финансовой поддержки просто так. Мы предлагаем купить наше изучение. Кроме того, хочу рассказать вам о предстоящих мероприятиях. Во-первых, это, конечно же, пророческий саммит. С 24 по 27 июня, а я напомню, это четверг, пятница, суббота и две службы воскресенья, мы будем служить. В эти дни состоится наш международный пророческий саммит. В нем примут участие также и Билл Клауд. Саммит пройдет в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Мы уже проводили такое мероприятие. И обычно регистрация происходит очень быстро. Некоторые не успевают забронировать место. Поэтому, если вы желаете участвовать в саммите, регистрируйтесь заранее. Участие бесплатное. Это одно из самых долгожданных мероприятий этого года. Мы будем рады, если вы присоединитесь. Возможно, у нас будут специальные гости. Пока что, похоже, ситуация с ковидом стабилизируется. Пожилые люди во многих штатах проходят вакцинацию. И мы надеемся, что к лету ситуация станет хотя бы на 80% нормальной. Ну, а мы будем молиться об этом. В некоторых местах уже все хорошо. Будем надеяться, что Господь поможет нам. Для всех, кто ведет молодежную группу или участвовал в Warrior Fest, мы приглашаем вас на Warrior Fest в этом году. Также в центре Омега. Кливленд, штат Теннесси. С 9 по 11 июля. Регистрация начинается в апреле. Это большое молодежное мероприятие года. Очень советую приезжать вместе со всей своей молодежной группой. Мы уверены, что вам понравится. Мы еще будем напоминать вам и делать объявления в мае и июне, но регистрация быстро заканчивается. Поэтому мы проводим еще одно основное наше мероприятие в октябре в этом году. Я думаю, что те, кто не смог попасть на эту встречу в прошлом году, будут очень рады принять участие в этом году. Надеюсь, что ситуация будет благоприятной. Многие спрашивали о наших выездных мероприятиях. Действительно, в этом году поездок запланировано меньше, чем обычно. Потому что вместо большого количества встреч и мероприятий, я выбрал остановиться в этом году на нескольких основных, которые требуют особого внимания. Мы готовим серию выпусков, которые называются «Через объектив камеры», где вы можете найти мое изучение о смехе. Это учение показывают на больших экранах за границей в разных церквях. Кроме того, мы планируем больше выездных встреч, чем заявлено сейчас в наших планах. Мы так хотим послужить многим из вас. Но самое удобное — это посмотреть наше расписание на сайте peristone.org. Не забывайте также и про наш канал на YouTube. Мы выпускаем по три видео в неделю. Обязательно подписывайтесь на нас. Также вы можете подписаться на нашу страницу в Facebook. Адреса вы можете сейчас увидеть на экране. Мы с вами увидимся, как обычно, на следующей неделе. С новым изучением. Оставайтесь с фестивалем Манны. Да благословит вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok